Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Массовое вымирание, во время которого исчезли и тираннозавры, которые были в самом расцвете сил, и птерозавры, которые идеально приспособились, и аммониты, о которых мы недавно писали, и вообще исчезло почти 20% всех семейств и морских, и сухопутных обитателей, случилось 66 миллионов лет назад. Но не эта катастрофа была самой великой. Во время пермского вымирания, случившегося около 251 миллиона лет назад вымерло 96% морских видов, 73% наземных. Только это массовое вымирание коснулось насекомых, 85% видов насекомых не пережили пермскую катастрофу. Палеонтологи из Чикагского музея естественной истории и многих других научных институтов и университетов постарались восстановить картину пермского вымирания. Такие события кажутся мгновенными только с точки зрения всей истории жизни на Земле. С точки зрения человека, это довольно долгий процесс. Палеонтологи как раз и задались вопросом, сколько времени длилось пермское вымирание в море и на суше. До сих пор на этот вопрос отвечали, 100 тысяч лет. Но так было в море. Как показало новое исследование палеонтологов, основанное за анализы ископаемых останков в Южной Африке, на суше все могло быть гораздо медленнее, раз в 10. То есть пермское вымирание продолжалось на суше миллион лет, пока климат Земли не перестроился и не пришел в новое устойчивое состояние. После пермского вымирания, как раз и начали свое развитие динозавры. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.